То есть, по часовой стрелке работаем кусок в левой руке, против часовой стрелки работаем кусок в правой руке. Иди сюда. Смотрите, это вот самое простое, что мы делаем. Просто обход вокруг конуса. Или вокруг палки. Самый простой вариант. Но из него много чего хорошего вырастает. Иди сюда. Ну, собака пошла, пошла, пошла собака. А мы пошли в противоход. Давай, 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 собака. Давай, молодец. Хорошо, умница. Давай, 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 давай. Давай, умница. Давай, 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 пошла. Пошла, пошла. Пошла, вы с Аидей можете повторять? То есть, видите, у нас есть варианты. С стационарным шестом работаем, с тем, который мы держим в руках. И еще можем двигаться в противоход собаке. Что с одним, что с другим. Вот у нас уже столько получилось пройти. Вот так вот. И умница. Дикозин. И смотрите, то, что поводок запутывается вокруг столба, это можно использовать и для трюка. Например, у вас не поводок, а красивая лента. Или мишура новогодняя. И вот так вот она вокруг столба красиво опутывается. А когда собака закончила движение, вы эту мишуру отстегиваете. Для собак, которые могут держать что-то в пасте, сделанная портировка, можно, пусть собака в пасте это держит. То есть вот даже такую вот мелочь, как запутывающийся поводок, который вроде бы мешает, можно использовать для того, чтобы обыграть конец. Сюда, 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 сюда. Сюда, сюда, сюда. Вот. И если вы хорошо обыграли вот этот вот поводочек, то в конце вы его отстегиваете и показываете, какой у вас жест получился красивый, мишурой, например, обернутый. Вот так вот.